Девушки отдыхают 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 И последствия коронавируса пришли как раз на уряд Шмагаля. Поэтому сказать, что он неэффективный и этот уряд что-то не сделал, это очень тяжело. Потому что другая база, другая база находления. Сегодня весь мир находится в таком состоянии, в котором он не находился, наверное, никогда. В то время, как мы можем анализировать, за 21-е годы, то точно нет. А таки вали, ну, может быть, 1972 год, это когда была світовая криза, очень масштабная. Або даже... Так, там с нафтой что-то было, так? Если я не помиляюсь, Солдовская Аравия. Так, так. Ну, тогда ситуация была связана с тем, что изменился золотой стандарт. И на тот момент тоже очень большие экономические потрясения были. Но сегодня эта криза связана больше не с экономическими важелями. Но мы готовились, мы знали, что наближается наступный виток світовой кризи, потому что кризовые явища, они мают цикличный порядок. Ну, в капиталистической экономике. Ну, так, мы уже в капиталистической экономике. Нет, 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 я говорю, потому что, как бы, там Радянский Союз, там... Радянский Союз тоже переживав кризи свої по своим правилам, але там другие правила были, и они по-другому отображались. А если мы говорим о том, что кризи, которые происходят в капиталистическом мире, то они действительно имеют цикличный период, там, десь от 8 до 12 лет. И мы подходили гранично до этого периода. И, скажем, с одного боку, он мав відбутися, ця криза могла бытися, а с другого боку, коронавирус это ввел свои правки. И поэтому ця коррекция привела до того, что экономическая криза стала иншою. Не та, яка должна была відбутися на разе, как бы не было корони. Поэтому, повертаюшись до оценки работы уряда Шмигаля, мабуть, это не найефективный уряд. Это, действительно, не тот уряд, который принимал решения или какие-то инструменты, которые дали бы поштов в экономике. Но, даже если бы они принимали какие-то очень правильные решения в том состоянии, в котором находится украинская экономика, они бы не мали того результату и того эффекта. Поэтому, на сегодня, экономика находится в очень важном состоянии. Но, чия это заслуга уряду Шмигаля, не можно сказать. Но, все же таки, есть такая речь, называется программа дій уряду. У Верховной Рады есть монобільшість, ну, умовная монобільшість. Так, есть, нет, это иначе. Формально вона есть, там, 240 чимось депутатов. Программа уряду Шмигаля не была утверждена. Хотя, в принципе, Шмигаля поддерживает президент Зеленский. Чому так? Про что это говорит? Ну, вы из экономической категории перейдете сразу в политичную. Политику и экономичную, наверное. Ну, смотрите, действительно, у нас на сегодня экономика заполітизована. И ряд решений, которые принимаются на сегодня экономичным блоком, они имеют политичную краску, это действительно. И поэтому сказать, что программа дій уряду была затвердена или не затвердена, вибачьте, в период, когда идут какие-то системы, если уже экономика начинает разрушаться, то затвердена программа или не затвердена, это никакого роли не имеет, потому что уряд должен быть очень мобильным и принимать такие решения моментальные, которые могли бы корректировать ситуацию. Но, ну, такого за урядом Шмогля было не помечено. Больше того, Рада у нас, каким-то чином, модернизировалась. И, с одного боку, большинство есть. С другой стороны, за законы, которые выносит президент или уряд, голосуют, там, меньшинство из большинства, но и дополнительные оппозиционные партии, которые дают необходимое количество голосов. Поэтому... Ну, даже не всегда, если говорить про это, например, изменение выборного кодекса буквально днями, не смогли принять, там, 200, не знаю, 215 голосов было. Ну, вот мы можем... Ну, это мы можем зафиксировать, что монобильщинство, она перетворилась в то же самое болото, которое было при предыдущем верховном складе, потому что теперь все начинают торговать за свои голосы. Уже есть системы, скажем, в своих решениях, в своих группах, в своих интересах, и уже за свои голоса они выставляют какие-то требования. То, что мы не видели, ну, там, рік тому, когда единство было колоссальное, и все голосовали там по одной команде, и был этот турборежим, который позволил принять ряд таких законопроектов, которые годами, десятилетиями, ну, даже тот закон про землю, мы же понимаем. Не доторканность, да? Ну, не доторканность, закон о земле, но что от этого изменилось, мы еще не видим, но мы видим, что на сегодня с такой легкостью уже законопроекти не проходят. Больше того, реализация, даже прийнятих законопроектов, она такая, очень спирная, або очень важная. Так, я хотел бы трое повернуться все-таки до уряда Шмигаля. От, что верно, с вашей точки зрения, за вашими спостереженнями, те, что говорят деякие эксперты, что он орієнтованный на, певную, фінансово-промисловую группу? Ну, как я это говорю, знаете, есть такое прислевие. Если что-то летает, как водка, крякает, как качка и плавает, то, мабуть, это качка. Если мы поднимемся на его бекграунд, и где он працал, то, действительно, он был одним из топ-коревников на тепловой станции в системе одного из олегархов. Так? Вот. Но, ну, працював и працював. Так, ну, а если мы поднимемся на решения, которые принимал этот уряд, то мы с поднимом, выяснится, что мы, действительно, видимо решения, которые играют на руку как раз одному из олегархов, который был, ну, випадковым, так, випадковым. Работодавцем. Да, был до этого работодавцем. То есть, мы ничего не можем сказать, что это одно вытекает из-за чего, но те решения, которые были приняты и в Министерстве экологии, и в Министерстве энергетики, и в других разрядах, то они играют на руку одному из властников как раз той генерації, где у нас пан премьер был менеджером. Так, завершивши тему Шмигаля, чи є ймовірність его и его уряду отставки в осени? Дивіться, ймовірність иснує завжди, но для того, чтобы иниціювати цю ставку, нужно понимать, кто прийде за ним. Потому что лава запасных на сегодня у президента не очень большая, потому что мы бачим что эти призначения, которые были и Гонотчарюка, и Шмигаля, они, ну, не знаю, я вважаю, что они не выполнили те завдания, которые перед ними ставил президент, и те очевидения, которые были у населення, ну, наши. По-перше, потому что мы бачим, что реформи, они как-то буксуют, принимаются какие-то решения, которые, с одного боку, популістичные, они не выполняются, а с другого боку, они ускладнуют життя пересечных громадян. Еще я хотел уточнить, все-таки, Гончарюк или Шмигаль? Кто больше эффективный? Я сказал, это не можно сейчас выяснить, они працуют в разных плоскостях, у них совсем жовничная середа, она была другая. Если бы мы хотим, мы сейчас поревняем, там, тепло и синяя, мы не можем на сегодня, потому что, если бы Шмигаль работал в этих условиях, он может быть более эффективным, чем Гончарюк, а если бы сейчас работал Гончарюк, то в этих условиях его решения, которые принимали, они были бы лучше налаштованы. Поэтому, и один, и другий на сегодня, может, отринуться бы тройку по пятибальней системе. Это я то скажу, что ни один, ни другий не был эффективным премьером для этого периода Украины. Так, пан Володимир, от нещодавно влітку відбулась зміна керівництва Національного банку Украины. У Дніпровском банківском союзе как до этого ставятся с одной точки зрения и с другой или вы увидели какие-то изменения? Ну, по-перше, зміна керівництва это ситуация, которая, она назревала, потому что мы понимаем, что, когда меняется вектор отношений и связи между одной гилкой и Национальным банком как регулятором, то действительно необходимо взаиморозумение. Как было видно, как заявил с трибуны попередний глава Национального банку, что он не находил таких инструментов, чтобы быть с одного боку эффективным на банковской системе, а с другим боку выполняти вказки и распоряджения президента або офисов. Тому это действительно очукованная ситуация и то, что будет изменение информация была и речь тому. Водвалося сейчас или нещодавно, но до этого это действительно было, эта ситуация поднималась, а даже при Порошенко ситуация была специфичная. Она не произошла, потому что произошли выборы, но если бы Порошенко остался, не факт, что оставался бы Смолей. У нас Лондона повернулась бы пані Гонтаревна, например, да? Я вважаю, что она непогано, и так. Что стосуется пана Шевченка, то он в колах банковских персон достичь знайома, достичь эффективный керевник Державного банка, до этого есть ряд успешных кейсов, как коммерческого керевника, поэтому он понимает льбанской системе, он более прогрессивный, он более молодой, он более способный, но он не радикал, потому что мы видим, что не произошло какого-то на 180 градусов развороту политики Национального банка, он продолжает поддерживать экономику и инфляционирование инфляционное, а с другой стороны они прислушаются к порад святовых инвесторов, банков, и действительно эти отношения ничего не втратили, а мабуть как керевник, который имеет опыт работы и в коммуникационных структурах, он больше эффективен, чем Смолей. А вот вы сказали, что он не радикальный, а что вы понимаете под словом радикализм в банковской сфере? Можливо, ситуация когда Смолей заявил, что от него вымогали запустить инфляционный обе друк гроши, банально скажите. Друк это не так происходит, насыщать рынок незабезпеченным грошем, и он это сказал, как причина, по которой он подал вставку. Но сегодня мы видим, что ничего не изменилось, и Национальный банк продолжает поддерживать экономику тем, что добавляет обеих костей. Больше того, уже второй раз была снижена ставка Национального банка, и это дает системе банковской больше доступные ресурсы, и дает возможность кредитировать по нижней ставке, которая была до этого. На сегодня ставка за кредитами снизилась в середине на 4-5%. На сегодня кредит отримать под 10% это возможность. А еще рік тому можно было разместить депозит под 14%. Тому такая ситуация. А вот скажите, Национальный банк как регулятор, насколько он сегодня является независим органом? Он сегодня является независим органом. Так, я понимаю, что неможливо в системе українському політику быть совсем независим, но он не стал казначейством Офису Президента. Тому ряд решений, которые хотят проштовхнуть через Национальный банк, они сштовхуются с полемикой, с противодействием и, больше того, арбитром всегда выступают международные эксперты, которые говорят, что если вы хотите продолжать систему залучения денег, тогда не делайте этого, а это на ваш смотрение. Так, а при минулой как было? Так же. Так же. Мы понимаем, что у нас на сегодня рекомендации Банка или МВФ есть одним из самых важных. Под них подозреваются решения, которые подходят после. Поэтому, если какие-то будут приняты решения и действия, которые будут сопередить рекомендациям, то это будет очень боляче. И для экономики, и для действующей влады. Да, до речи, хотели бы задать такое загальное питание до вас как до фаховца. Постейно доводится таке словосполучение «экономичная криза». Наверное, сегодня мы с вами говорили, про цикличность экономики. А что следует понимать под экономичной кризой? Где это дно, грубо говоря? По-перше, есть такое прислевие, что найбільшая пропасть финансовая, в ней можно падать в нашем разе экономичная криза тогда, когда мы не можем покрывать дефицит бюджета за рахунок внутренних ресурсов, а также не можем залучить зовсече ресурсов. Если торговое сальдо у нас отъемное, мы купим больше, чем продаем, и на цю разницу мы должны залучать деньги. И, больше того, товар, который экспортно ориентованен, он на святых рынках падает в цине, або даже сгортаются цели направления, и нема спроса на него, и поэтому это уменьшает надходление до бюджета. Потому что обеспеченность украинского бюджета и обеспеченность ВВП делает ситуацию, когда житие пресечного украинца в качестве падает и купирование спрометности понижается. Это кризис. кризис. До речи, я молодой человек, но как я помню, у нас постоянно говорят, что у нас кризис, у нас кризис, у нас кризис. Это политический популізм, или у нас постоянно кризис? У нас постоянно кризис, потому что у нас может быть глобальная, которая сегодня в наявности, на мою думку. Такими проживали завжди або кризу политичную, або кризу экономичную, або кризу отношений. Потому что Украина в последние 30 роков находится в состоянии постойной реформации. Каждый новый президент, новый уряд говорит, что сейчас начнем реформацию. Де делятся те реформы, которые были до этого? Жодного реформы. Подписывайтесь, реформа полиции, судов, виборчая реформа. Они все або не произошло, або не не произошло, а до сегодня они еще не начинали. Поэтому ситуация, мы всегда находимся в состоянии, когда нет стабильности. Это кризис. А вот до речи, такое понятие, реформа, как это ставление до этого слова? Это позитив или негатив? Или зависит от того, какая это реформа? Так, понимать, что реформуется, с какой целью и какими инструментами. Тому те, что у нас называлась реформа, мы, в большей своем вбачении, оно не было реформой. Потому что у нас брали, меняли посудови особи, структури, а все іншее працювало надалі, как оно працювало до этого. Наприклад, реформа митницы. Поменялись люди, пришли одни, стали инши. Від того надходження до бюджету больше не стало, але схематози на потоки сели одни люди замість інших. Самі схематози залишилися. Все це інше відбувається і в судовій реформі, і з незалежністю бізнесу, гарантування інвесторів. Все це ми приходимо починаємо реформувати. Каже, хлопці, а что значит реформувати? Что мы на виході отримаємо? Реформа у нас не повинна бути в часі дуже лангована, а у нас вони безконечні. До речі, якщо згадати нашу не таку далеку історію, зокрема президентські вибори 2019 року, тоді ще кандидат Володимир Зеленський шов під таким гаслом кінець епохи бідності. Це був чистий популізм? Так. Але ж це був не тільки у Зеленського. Всі президенти, які йшли до влади, вони казали про те, що з їх приходом почнеться процвітання і Україна стане однією з найбагатших країн світу. Це казали всі, безперечно, президенти. Тому він казав те, що він казав, для того, щоб стати президентом. Ця фраза свою місію виконала. А те, що не вистачило сил або знань, або наявної команди, яка б змогла цю ситуацію перевернути, щоб ми хоча б почали рухатися в цьому напрямі. Оце інша ситуація. Тобто руху немає. Ви відчуваєте, що ви стали багачі? Чи епоха бідноця у нас почала закінчуватися? Я промовчу. Але на сьогодні є відмазка, на сьогодні є коронакризи, який казав, ну, вибачте, а що, всім погано. Тому що, якщо ми подивимося, що відбувається навіть в розвитих странах Європи, то там дуже негарно. Економіка Німеччини впала більш ніж на 11%. Українська економіка не впала на таку. То, як я завжди казав, що з пола не впадеш. Тому що ми знаходилися на такому вже рівні, коли ми не могли впасти на 11%, у нас не було такої економічного запасу. Економіка Штатів падає, економіка Франції падає. Але вони використовують монітарні інструменти для того, щоб підтримати економіку. У України таких можливостей просто нема. До речі, стосовно курсу долара хотів трохи з вами поговорити. З 2014 року ми фактично маємо плаваючий курс. Це добре чи погано для економіки? Плаваючий курс – це добре. Але для того, щоб він дійсно відображав економічні реалії, то необхідно, щоб не було цієї регуляції і відношення реальної економіки і до економіки, яка наповнюється цінними паперами, як це ОВДП на сьогодні, як це залучення зоні коштів, вона співвідносилася хоча б 30% грошового обігу обмежного, а 70% реального сектору економіки. На сьогодні це не так. На сьогодні ми економіку розкачуємо і наповнюємо лише за великому відсотку за рахунок паперових грошей. І це колись закінчиться. Тому на сьогодні я вважаю, що курс валюти, на сьогодні іноземний курс долару, він не дуже одображає реальне відношення реальної економіки до економіки Штатів. А от чи можливе, до речі, падіння курсу, буквально, на найближчий місяць, скажімо, до нового року? Ні. Я вважаю, що на сьогодні, по-перше, у Національного банку є дуже великий запас мощності для того, щоб отримувати цей курс. По-друге, вони заінтересовані це отримувати, тому що як тільки курс піде вгору, перестануть купувати наші зобов'язання, ОВДП, зонячні інвестори. Тому Національному банку і на сьогодні керівництву державі необхідна стабільна валюта. Стабільна ціна. Тому я вважаю, що ми зараз знаходимося на рівні 27,5. Ну, 29 – це потолок. Тобто за 30 не перескочимо? Це дуже маловероятно, але все можливо. Я ще раз кажу, відбувається світова криза. На сьогодні весь світ свої економіки намагається заливати коштами, для того, щоб від цього мати якийсь зиск. Штати на сьогодні більше трьох трільйонів доларів на підтримку своєї економіки ввелили, і ми бачимо, що по відношенню до євро долар на 10% вже став слабіший. Ми починали з долар до євро 1,11, 1,12, на сьогодні 1,20. І ми розуміємо, що на 10% ціна в євро подорожила на той самий товар. І тому на сьогодні в доларах купувати вигідніше. Ось ця ситуація. Але з іншого боку, ми бачимо, що у Сполучених Штатах один з найбільших таких спалихів коронавірусу. Там можна багато говорити, що залежить від кількості зроблених тестів і таке інше. Але з іншого боку, ми бачимо дуже таку складну суспільно-політичну ситуацію. Ті мітинги, там, чути не народні республіки, якісь оголошують, там, вибори у них скоро будуть, теж вони розколюють суспільство. От у цій ситуації чи можлива заміна резервної світової валюти? Ні. На сьогодні жодної валюти, яка могла би на сьогодні замінити долар, нема. Це не може бути ні єна, не може бути ні євро, ні фунт. Тому навіть рубль не може бути. Тому, ні. Чи гривні? Світова валюта на сьогодні не змінна і найближчі, там, не знаю, 5-10 років зміни не будуть в цьому напрямі. Тому що вся економіка світова номінована в доларі. І американці це дуже якісно використовують. От, підтримують свою економіку. З одного боку, ви, вірно сказали, і корона там дуже велика, і там політична ситуація дуже легка. А економічні важелі працюють, тому що ви подивіться на Теслу, на Епл, подивіться на індекси активності, вони зростають. Хоча, вчора вони впали і дуже сильно впали, але це якраз ситуація, то, що волатильність їх цінних паперів, вона на сьогодні ояка вирізна. Тобто вони можуть зростати, можуть спадати, але ринок дихає. Україні немає такого індикатива, яка можна було сказати, що у нас наші підприємства зростають в сіні, або вони падають. У нас немає біржі фондової, яка б це відображала. Так, завершуючи нашу розмову, одна хвилина лишається, продовжуючи питання, тільки, можливо, в такому політико-економічному контексті, хотів би спитати, чи можливо, що Китай стане все ж таки першою економікою, а не США, яке є зараз? Ні. На сьогодні Штати і Китай, вони залежать друг від друга дуже сильно, і хто від кого більше залежить, тут дуже спірна ситуація, тому не зможе Китай самостійно замінити повністю ту структуру, яка буде надавати їм ліцензії і можливість виробляти якісь бренди. Тому, якщо хтось хоче на сьогодні вкладати гроші в економіку світову, то в першу чергу дивиться на американські ринки, на Найс, на ЗДАК, і там купує ціни папери за допомогою наших брокерів, які вже є, сьогодні відкрилося, там Freedom Finance відкрився у нас, у нас відкрився там ще ряд брокерів, які надають цю послугу для українців. Тому українці вже у нас можуть інвестувати і в ціни папери американського ринку. В Китайській теж можуть, але не інститують чомусь, бачите. Що ж, я вам дякую за цю розмову, нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з президентом Асоціації Дніпровський банківський союз Володимиром Косюгою. На все добре. Дякую. Дякую.